Сродки контроля податковых органов повинны быть установлены во всех автомобилях такси до первого жнивня. Новые приборы подключаются до кассовых аппаратов и повинны забеспечить дистанционный контроль за выручкой индивидуальных предпринимательников. До слова сегодня Амаль Палова таксистов в области установили такие аппараты. Клиент садится, у нас еще горит зеленая лампочка. Я включаю таксометр, то есть сейчас таксометр включен уже для клиента. С этого момента так званый сродок контроля податковых органов отправляет всю мягчему информацию у тимлику и координаты машины такси у центр опрацовки данных. Клина приборы загорается червоный, это означает, что авто находится на маршруте с клиентом. Когда мы приезжаем на место, я гашу чек, вот сейчас он долго думает, пока чек не выйдет. Это сейчас идет информация в налоговую, то есть они уже видят, на какую сумму клиент проехал. В разнекольки секунд квиток по GSM-сувязи аппарат передать у податковую. Информация у базы закодирована и заховывается там три годы. Чтобы упростить работу самим юридическим лицам, ну, держатели кассовых аппаратов. То есть они предусматривают то, что будут убираться кассовые книги, что не надо будет ввести. И не надо будет хранить чековую ленту. Залоговый кошт и установка аппарата обойдутся индивидуальным предпринимальникам у 158 рублев новыми грошами. У нас контроль с заводителями усилился. Мы видим, он едет по городу с включенным светофором, с красным, значит, он с пассажиром включил таксометр. Если он с зеленым, значит, он нас обманывает и не включил таксометр. Тем самым меньше заработаем. Плюс ко всему для нашей бухгалтерии это огромный плюс. Тем, что вся информация онлайн к нам в офис стекается. Не надо ждать, когда придут чеки. Это ускорило работу нашей бухгалтерии. Средки контроля податковых органов установили каля 40% таксистов Могилёшчины. До первого дня такие аппараты должны появиться во всех машинах такси. А уже в 2019-м ими оборудуются кассовые аппараты в гандлёвых объектах. Алиса Рыбалка, Катерина Балукова, Юрий Ауласов. Новинергию.